Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю именем Господнем с Киева, с Бабьего Яра. Это место особенное, место, думаю, известное людям всем, так или иначе, разных национальностей, разных культур и разных традиций. Потому что Бабий Яр, это слово, наверное, даже не переводится, оно на разных языках звучит именно таким образом. Это место боли, место трагедии. И вот здесь, задо меня, вы видите кибитка. Это памятник, установленный в память о ромах, здесь репрессированных, погибших цыганах, которых расстреливали, убивали всевозможным образом. Здесь на Бабьем Яру убивали евреев, большей частью еврейское население Киева было истреблено. Но также убивали и русских, и украинцев, и очень-очень разных людей. Но одна из таких трагедий, национальных таких трагедий, свидетельство, будем так говорить, вот то знамение того страшного времени, это как раз уничтожение, массовое уничтожение, геноцид цыганского народа. Ромы здесь убивались целым табором. Мужчины, женщины, старики, дети убивались немецкими фашистами. Знаете ли, сама идея фашизма, она порочна тем, что вырастала она из идеи социального дарвинизма. Что якобы, как в животном мире, слабейшие не выживают, а сильнейшие выживают. Вот так же, как бы и в человеческом роде социальный дарвинизм пропагандировался еще в конце 19-го столетия. И он, к сожалению, пророс, дал такие горькие, страшные всходы уже в 20-м столетии, в самом начале 20-го столетия. И вот 30-е, 40-е годы, они стали, к сожалению, вот таким, такой страшным, злым временем, когда вот эта идея дарвинизма, социального дарвинизма, в частности, проросла. Вот, и множество людей истреблялось по национальному признаку в ту эпоху. Множество людей истреблялось больных, допустим. Значит, здесь неподалеку больница Павлова психиатрическая. И все отделение, фактически, этих больных истреблялось. Вот, значит, и врачи даже, многие, слава богу, поступили очень достойно. Они вместе со своими пациентами разделили вот эту страшную вихучесть. Знаете ли, и это, конечно, время страшное. Но, знаете, друзья, тьма усиливается на этой земле. Но, с другой стороны, свет еще ярче становится. И сегодня мы молимся не только о том, чтобы этого не повторилось, не совершилось больше. Мы молимся даже о большем. Мы молимся о духовном пробуждении сегодня. Чтобы, взирая на вот эти порой страшные эпизоды истории, чтобы действительно человечество содрогнулось и возжаждало настоящей свободы, возжаждало настоящей Божьей милости, Божьей справедливости, Божьей любви. И сегодня для всех нас, и цыган, и евреев, и русских, и украинцев, и татары, и американцев, и африканцев, людей всех национальностей, культур, сегодня действительно через Иисуса Христа, через Спасителя Господа открывается вот это примирение, прощение, милость Божья. Молимся сегодня и о немецком народе, и о других народах нашей земли. Вот молюсь здесь, от этого мемориала Кибитка, молюсь о спасении цыганского народа. За Ром молюсь, благоставляя во имя Христа Иисуса. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, из Бабьего Яра, мемориал Кибитка, Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам.